В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Уборочная страда начнется уже через две недели на полях региона. Есть все основания полагать, что Ростовская область сумеет сохранить лидерство в производстве зерновых, зернобобовых и овощей. Губернатор Василий Голубев побывал с рабочей поездкой на полях демонстрационных посевов в Зерноградском районе. Их подготовили к Дню Донского поля. Расставить селекционные акценты помогают демонстрационные посевы. На полях аграрно-научного центра «Донской» наглядно можно оценить не только будущее урожая селекционных сортов, но и то, как на него влияет наш климат, почва и даже ландшафт. 120 участков демонстрационных посевов в течение года готовили ученые и специалисты Россельхозцентра. Отслеживали все этапы роста и развития растений. Наблюдения записывают и систематизируют. Мы совместно с научными нашими центрами, совместно с компаниями, которые занимаются контролем выращивания, разработкой технологии минерального питания, вот стараемся представить самые-самые передовые опыты в производстве продукции, растеневодства. И на данной площадке каждый год мы стараемся разместить все культуры, которые сегодня высеваются в Ростовской области, которые возделываются и которые востребованы на рынке продовольственно Ростовской области, России. Адаптироваться к любым капризам погоды, будь то заморозки или суховеи, суровые минусы или знойные плюсы, стойкость донских сортов ценится не только в нашем регионе, но и соседями. Волгоградской областью, Ставропольским краем, Калмыкией проявляет интерес к работам наших ученых и Белоруссия, Армения, Грузия и даже Турция. Результаты научной селекции поразили урожайностью. Некоторые сорта озимых в экспериментальных условиях дали 110 центнеров зерна с гектара, в два с половиной раза больше средней урожайности по области. Значительную роль в этом играют минеральные удобрения. Мы заложили в этом году опыт, где у нас использовался несколько форм удобрений – амофос, демофос, косульфоамофос. И действительно, наша гипотеза сработала. Обратите внимание, на контроле без удобрений у нас самое низкое число продуктивных семей. На вариантах же с применением минеральных удобрений этот показатель значительно выше. Через две недели на Дону стартует уборочная страда. Её особенности губернатор обсудил уже на предуборочном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции. На обратной связи 500 агрария всего региона. Предстоит убрать больше трёх миллионов гектаров ранних зерновых. Как заметил губернатор, один из признаков того, что аграрии во всеоружии готовы начать уборочные работы – рост закупок сельхозтехники на 30%. Несмотря на погодные потрясения этого года, настои агрария в боевой ждут неплохой урожай. Только оригинальными и элитными азимами засеяно 16% от общих площадей. Проведение Дня Донского поля перенесли на август, но аграрии обязательно побывают на экскурсии по площадке демпосевов в Зернограде. Её проведут в видеоформате. Донская селекция вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства страны. Учёный-легенда, селекционер из Тарасовского района Анатолий Иванович Гробовец в прошлом году отметил 80-летие. А недавно, по представлению губернатора, стал почётным гражданином Ростовской области. Он продолжает трудиться и делится опытом с коллегами. Сколько колосьев прошло более чем за 60 лет селекционной работы через руки Анатолия Ивановича, посчитать просто невозможно. Под его руководством и при его участии созданы свыше 90 новых сортов пшеницы и третикали, которые колосятся во многих регионах России. Выведенные на этих полях устойчивы к засухе, болезням, морозам, значит, дают аграриям возможность всё меньше зависеть от погоды и воплощать даже самые смелые планы на урожай. А учёный продолжает воплощать свои идеи. Сорт «Новичок» называется «Капелла», внесён государственный реестр в марте 2020 года. И, собственно, по всей России он трёх или пяти регионов. А вот это всё, вся площадь для всей матушки России. Хотя в конце и края не видать. Сильная пшеница, высочайшая жара за сходство училась. Третикали – уникальная, особая культура для Анатолия Ивановича и развития растеневодства в стране. С его именем многие ассоциируют фуражные и продовольственные преимущества растения. Под его руководством выведены более 40 сортов. Кормовая база, насыщенная белком, особенно ценится в животноводстве и птицеводстве. Семена из Тарасовского района заказывают птицефабрики даже отдалённых регионов. Челябинска, например. Из третикали получается качественная мука, из которой можно печь без дрожжей. Отдельные сорта, высотой в человеческий рост, особенно ценятся в животноводстве. Здесь их селекция единственная в России на сегодня. Работа на Тарасовских полях под руководством учёного продолжается. Здесь у нас начинаются все виды селекционных процессов. От получения новых форм, это гибриды первого поколения. Сейчас вот прошла гибридизация. Мы выполнили 290 комбинаций. Скрещивание – это новые сорта, абсолютно новые генотипы получаются. В этом году Анатолий Иванович Гробовец по представлению губернатора удостоен звания почётный гражданин Ростовской области. Звание, которое является высшей формой общественного признания особых заслуг перед областью и её жителями. Более 60 лет Анатолий Иванович отдал этому делу своей жизни. 53 года только на этой станции, потому что Анатолий Иванович, ещё раз говорю, из учёных, из крестьянской науки, агропромышленной науки, скажем, стал первым почётным гражданином Ростовской области. Наука плюс талант равно селекция. Талант селекционера профессор объясняет генетикой. Дед, образованный крестьянин, привозил из города в родную деревню новые сорта пшеницы. Анатолий Иванович сам дал стране почти 90 новых сортов пшеницы и третикали. И вот когда многодетная семья и родители заходят, ну вот какому ребёнку, так сказать, отдать предпочтение у нормальных родителей? Каждый важен. А какой сорт мне нравится, понравится? Тот, который ещё не создан, тот, который создан. В хуторе Россош Тарасовского района долгожданное событие. Совсем скоро там закончится строительство фельдшерско-акушерского пункта. Строительная бригада наносит последние штрихи в подготовке стен к покраске. Проект стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей – это не только новое здание. Будет установлена новая мебель и завезено 55 единиц медицинского оборудования. Здесь есть место, где ожидать будут наши пациенты, есть комната персонала, приёмные кабинеты, есть складские помещения, где можно будет разместить и хранить лекарственные препараты, какие-то оборудования. Всё это предусмотрено. Получить первую медицинскую помощь, измерить давление, пройти экспресс-тест крови на сахар и пройти первичный медосмотр здесь смогут более 700. Жители сельского поселения. Приём будут вести и участковые врачи. Работает программа губернаторская по замене фельдшерско-акушерских пунктов. Мы заменили уже в районе 19. В этом году у нас строится в хуторе Росашфапа, ещё в хуторе Кайковка. То есть мы 21 фельдшерский пункт поменяем на новое здание. Я считаю, это хорошая программа, которая позволит создать условия работы фельдшерам, удобство посещения посетителей. Нового ФАПа здесь ждали давно. После обращения местной жительницы к губернатору весной этого года проблема оперативно решилась. Фельдшерско-акушерский пункт здесь работает, но очень нуждается в переезде. В здании бывшего сельского постсовета, сейчас это здание принадлежит нашей администрации, но здание уже, как мягко говоря, потрёпанное. Оно требует и ремонта капитального, ну и то помещение, которое выделено под ФАП, конечно же, не сопоставимо с теми комнатами, которые здесь. Открытие нового медицинского учреждения в селе Россош планируется на 1 июля. Если выпускники ещё ждут ЕГЭ, то школы уже начинают готовиться к новому учебному году. В Когольницком районе это обновление парка автобусов, на которых учеников доставляют на занятия. Анатолия Владимировича знает каждый школьник. В учебный день он доставляет десятки детей к порогу школы, а сейчас проверяет новый автобус на готовность к будущим рейсам. Его обычный маршрут – хутор Когольничок, посёлок Малиновка и сама станица Когольницкая. Безопасность пассажиров от дома до школы обеспечат и ремни безопасности, и противотуманные фары, и проблесковый маячок. Я пришёл в 2009 году, отработал год, списал автобус. Получил в 2010-м ещё один. Отработал от получки до списания. Сейчас я получил уже третий. Работа моя мне нравится, я работаю с удовольствием. В Когольницкой первой школе тысяча шесть учеников, и 354 из них, как здесь говорят, на подвозе. Четыре автобуса справляются, уроки начинаются в 8 утра, и к этому времени все уже в классах. В 7.10 он отправляется из Когольничка, и в зиму, и в мороз. Но расписание висит, дети приучены, они выходят вовремя, знают своё место, потому что оно обозначено в автобусе. Они приезжают здесь и встречают тоже сопровождающие, которые занимаются с ними, если они рано приехали. Поэтому жалоб никогда не было. В детско-юношеской спортивной школе Когольницкого района уже ожидают новый спортивный сезон. Теперь выехать на соревнования можно будет без проблем. Новенький мини-автобус ждёт будущих чемпионов. В спортшколе занимаются 940 детей по 13 видам. Вот такой комфортный автобус ждёт наших юных спортсменов для поездок на соревнования. В нём 22 комфортных места, мягкие сидения, оборудованные четырёхточечными ремнями безопасности, система кондиционирования, подсветка, места для наших сумок со спортивной одеждой, формой. Первый комплекс информационно-библиотечного обслуживания получили в Когольницком районе. Теперь библиотека сама приедет к читателям в самые малые и отдалённые хутора и посёлки. Впрочем, просто обменом книг теперь дело не ограничивается. Там имеется планшет, там имеется ноутбук, при помощи которых можно выйти в интернет, можно зайти на портал с помощью нашего сотрудника, зайти на портал госуслуг, если требуются какие-то справки, зайти на портал, допустим, пенсионного фонда, оплатить коммунальные услуги. Ну и много чего можно сделать при помощи этого. Вот так получается, что во времена цифрового телевидения и интернета библиотека стала тем звеном информационного просвещения, без которого никак не обойтись. Но, тем не менее, шелест страниц и доверительная беседа остаются нужными людям. На сегодня это всё. Через неделю в это же время мы вновь расскажем вам, чем живёт Станица. Удачи в делах и до встречи в эфире!